В Преамуре с 1 апреля начнется весенний призыв. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов. В документе указано, на службу направят молодых людей 18-27 лет, которые состоят или обязаны состоять на воинском учете. Не пребывающие в запасе, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва. Другие темы обсудим далее. Меня зовут Кристина Добровольская. Здравствуйте. Перезагрузка и точка. Областной центр избавится от деревяшек, мешающих сделать из Благовещенска город шаговой доступности. Объединенные патриотизмом. Благовещенские якутские школьники пели песни, лежали на стадионе и сразились в биатлоне. На одной волне. Вода помогает особенным пловцам из столицы Преамурья путешествовать, занимать педесталы и верить в свои силы. Единую транспортную карту, которая даст скидку на проезд в автобусах, введут в Благовещенске. О пилотном проекте рассказал Олег Имамеев. Так горожанам вернут возможность ездить общественным транспортом за 31 рубль. Действовать единая транспортная карта будет с июня. Как отметил градоначальник, это одно из важных мероприятий транспортной реформы. Проект пилотный, поэтому пока до конца года. Приобрести карту сможет любой желающий за символическую плату. Виртуальная, сгенерированная на сайте, будет бесплатной. Школьники смогут привязать транспортную к системе «Пионер». Расчет наличкой и банковской карты останется прежним – 34 рубля. Снижение платы за проезд – конечно, дополнительная нагрузка на бюджет. Но власти пошли на этот шаг, чтобы снизить нагрузку на семейные кошельки. Поддержали решение депутаты Благовещенской и Городской думы. Пилотный проект 2022 года набирает обороты. В Благовещенске начнут реновацию четырех кварталов в рамках комплексного развития территорий. О реализации масштабной программы рассказали на пресс-конференции в правительстве региона. С чего стартует реновация и какие районы преобразятся в первую очередь, расскажет Екатерина Борисова. Первый шаг реновации – утвердить мастер-планы, которые разработали для четырех территорий Благовещенска. При подготовке проектов власти организовали встречу с застройщиками и жителями кварталов. Обсудили все разногласия, вопросы и предложения по каждой территории. После город объявит конкурсы, подпишет договоры КРТ с подрядчиками. В рамках реализации проектов проведут ряд сложных этапов. У владельцев деревянных построек выкупят участки и недвижимость, которую в дальнейшем снесут. Также проконтролируют переселение местных. Как ранее сообщал мэр Олег Имамеев, комплексный и масштабный подход реновации целых кварталов позволит избавиться от главного якоря развития российских городов – точечной застройки. Реновация в первую очередь коснется центральных кварталов Благовещенска – Мухина, 50-летие октября, Амурской, Загородной, Октябрьской. Перестроить также хотят районы ЖД вокзала, Набережной Зеи. Комплексная перезагрузка участков позволит создать в Благовещенске концепцию 15-минутного города. Согласно ей, областной центр поделят на районы, где есть все, что нужно для жизни – магазины, места для работы, учебы, развлечений, занятий спортом, отдыха. Все они должны быть расположены в шаговой доступности. Благодаря закону АКРТ власти смогут контролировать взаимоотношения застройщиков и владельцев частного сектора, проверять легальность оценки недвижимости и участков, договоров и выполнению обязательств, чтобы обе стороны сделки были удовлетворены. Если удастся преобразить все деревянные кварталы Благовещенска, получится вместить около 600 тысяч жителей, что в два раза превышает население областного центра. Всего в рамках АКРТ в Благовещенске модернизируют больше 80 гектаров с потенциалом жилой застройки 570 тысяч квадратных метров. Все проекты разработают с учетом запросов жителей. Особое внимание также уделят качеству. Каждое построенное здание или благоустроенная территория должна остаться на десятки, возможно, сотни лет и стать украшением города. Напомним, первый квартал комплексного развития территорий в Благовещенске определили в 2022-м. Им стал район нового жилого комплекса «Чайка». Там, помимо нескольких многоэтажек, застройщик планирует разбить социально значимый объект. Большой парк не только для местных, но и для всех жителей областного центра. Воплотить задуманное пока мешает заброшка, судьбу которой власти решают на федеральном уровне. Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Судьбу заброшки на Островского Высокой решил несчастный случай. В результате пожара одноэтажный нежилой дом полностью сгорел. Черные клубы дыма жители областного центра видели даже с отдаленных районов, передает слова очевидцев Порт-Амур. Специалисты же сообщили, такому стремительному горению сыграл на руку сильный ветер и позднее сообщение о пожаре. Поэтому огонь набросился на постройку по всей площади еще до приезда пожарных. Потушить пламя им удалось за несколько минут, но учитывая погодные условия и пожароопасную обстановку в квартале, спасатели проливали сгоревшую деревяшку еще несколько часов. Всего на месте ЧП работали 8 огнеборцев и 2 спецмашины. Обошлось без пострадавших. Кто такой настоящий патриот и где начинается родина? Об этом говорили городские юнормейцы и воспитанники клуба «Вымпел» Покровска. Гости из Якутии три дня ознакомились с традициями благовещенских образовательных учреждений, двоку, достопримечательностями столицы Преамурия. Какие песни они пели в 10-й школе и почему им пришлось полежать на стадионе, знает моя коллега Кристина Слепцова. Она познакомилась с делегацией. Ребенку повезло. Она была в ватнике, этот штык скользнул вдоль тельца, даже не поцарапав, и этот человек выжил. Потом японцы затолкали наших парней в амбар и живьем сожгли. Леденящая кровь, рассказы – это не выдумки и не из фильма ужасов этой истории, которые происходили в 30 километрах от Благовещенска в Ивановке. С некоторыми подробностями руководитель клуба «Мотопатриот» знакомит не только юнормейцев 10-й городской школы, гостей. На встрече лучшие воспитанники военно-патриотического клуба «Вымпел» 4-й Покровской школы. С тем, что невозможно быть патриотом своей страны, не будучи патриотом своего рода, согласны и Благовещенские, и якутские школьники. Несмотря на расстояние между нашими городами, их объединяет любовь к родине и истории. В Благовещенске я уже не первый раз, а так больше всего понравилась двоку, ну и музею. Больше впечатлило трофеи, которые выпускники дарили училищу. Там много разных автоматов, пистолетов, пулеметов, легенд войны, ну и вообще медали всяких подарков. Патриотические песни вспоминали гости из Якутии вместе с Благовещенскими школьниками под руководством учителя химии, биологии и немного музыки Ильи Уточкина. Творческая мастерская стала следующим пунктом во время экскурсии в 10-й школе. Дети буквально в считанные минуты разучили композицию о родине и записали совместное видео. Родина моя Россия, ты великая Россия, мы дети твои, будь богатой, будь стесильной, мы всегда с тобой Россия, вместе навсегда Россия. Познакомили школьников из Покровска не только с программами по военно-патриотическому воспитанию, но и с культурными особенностями города, провели экскурсию по главным достопримечательностям столицы Преамурия. Все началось с Алексейской гимназии, где показали свои традиции, самая старейшая школа города Благовещенска. Затем были в 6-м лицей, в доме юнармии, посетили уже парк Патриот, были в Двоку, на Капанирии, то есть программа довольно-таки обширная. Мы, как говорится, обменялись контактами, да, и всех, где бы мы ни были, мы всех приглашаем к нам в гости, да, в республику, и именно в наш Хангалатский район, ну и, соответственно, в нашу Покровскую школу номер 4, приезжайте. Мы тоже поделимся своим опытом, своими наработками. У нас проводятся пятидневные полевые сборы с 10-м классом. Их это очень заинтересовало, вот в конце учебного года мы это вот проводим, и они заинтересовались очень этим. Вот, и поэтому мы, конечно же, очень ждем. Десятая городская школа не оставила гостей без спортивных состязаний. Ученики Благовещенска и Покровска сразились в биатлон. К слову, управление образования не исключает, что педагоги и дети областного центра отправятся с ответным визитом в Якутию. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Образцовый внешний вид и готовность снаряжения продемонстрировали благовещенские полицейские. И на площади Победы прошел торжественный развод стражей правопорядка. После прохождения сотрудники отправились на маршруты патрулирования. Как это было, видел наш телеоператор Дмитрий Тарасов. Первая шеренька на свиньи места. Шеренька. Марш! Руком! Смирно! Торжественную маршру! По подразделениям. Направо! По подразделениям. Продолжение следует... Десять медалей разного достоинства завоевали воспитанники бассейна «Надежда» на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Состязания прошли в Приморье и собрали 350 пловцов из 10 регионов ДФО. Благовещенск тем временем накрыла Амурская волна. Соревнования по плаванию под таким названием в регионе провели в четвертый раз. Участниками стали особенные спортсмены области и соседних регионов. Плавание для особенных спортсменов – не только спорт. Лекарства, общение с окружающим миром – повод для гордости. Виктория Хабалова им занимается 6 лет. Поначалу боялась глубины. Сейчас рассекает воду, как любимое животное – дельфин. Работать руками и ногами в силу физиологии ей приходится чаще, чем другим. Но это не мешает приходить к финишу первой. Вот и в сотке кролем Вика одолела соперницу Сахалина. Я смотрела, как она плывет. Я хотела ее обогнать, но я смогла ее. Чуть-чуть жалко ее, конечно. Я хочу быть в каких-нибудь других странах, потому что в других странах могут тоже еще соревнования быть. И побыть там несколько дней, посмотреть, как там все устроено. И сделать свой хороший результат. Результаты спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями уже показывают на всероссийском уровне. Артем Лазарев накануне вернулся с чемпионата и первенства страны среди ЛИН, где выполнил первый спортивный разряд. Для него сам процесс очень важен. Ему очень нравится. Очень нравится. Большие заплывы, что его похвалят, что он лучше проплывет. Амурская волна в области проходит с 2019-го. В этом году соревнования собрали спортсменов из Благовещенска, Циолковского, Хабаровского края, Сахалинской области и Республики Саха. И животные, получается, как традиции уже. Мы вот эту Амурскую волну уже ждем год. Дети тоже ждут. Уже готовимся на это. Даже отборочный, ну, для себя делаем отборочный турнир как бы. И вот самых лучших возим сюда. Есть у меня вот дети, которые уже третий год сюда каждый год приезжают. Нет у Амурской волны не только географических границ. На старт выходят спортсмены с различными проблемами со здоровьем. Среди них дети с интеллектуальными нарушениями, поражениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и слабовидящие пловцы. Каждому у судей и организаторов свой подход. С интеллектуальными нарушениями детки очень чуткие. Им прям вот особенное внимание нужно, особенный подход. С поражением кода у них интеллект сохраненный, но где-то помощь при спуске в воду должна быть. Где-то вот так вот помочь, подняться опять же. Победители и призеры соревнований получили заслуженные награды. Все участники – заряд хорошего настроения и веры в свои силы. Екатерина Борисова, Юлия Мишурнова, Максим Яценко, программа «Город». Заряд хорошего настроения благовещенцы могут получить и в выходные. Юных читателей модельной библиотеки познакомят с роботом-помощником. Взрослых ценителей истории с раритетами Албазинского острога. Также по плану много спорта, мастер-классов и других видов досуга. Подробнее расскажем далее. В субботу не спите долго. С 9 утра стартует городское первенство в Акеу-Кушин. Чемпионат каратистов посвятили 78-летию победы в Великой Отечественной войне. Гостей приглашают на Ленина 46. Часом позже можно насладиться другим видом боевых искусств. Спортсмены всех возрастов сойдутся в поединках по тайскому боксу в микрорайоне на Студенческой 45-5. В 11 интерактивная экскурсия по Комаровке, приуроченная к неделе детской книги. Юных благовещенцев познакомят с современными возможностями библиотек, роботом-помощником, цифровой лабораторией и другими новшествами модельных залов. В Белогории тоже присоединятся к всероссийской акции. Самых маленьких читателей отправят в литературное путешествие по произведениям детских писателей. Начало в полдень. Взрослых ценителей книг и истории приглашают на встречу Албазинского клуба. Реконструкцию раритетных костюмов и личных вещей защитников Острога покажут в библиотеке «Центральная» в 14.00. В воскресенье приглашают на посиделки мастеров. Рукодельницы дома ремесел расскажут о своих хобби и поделятся с гостями секретами декоративно-прикладного искусства. Мастер-классы и беседы начнутся в 11 утра. В 13.00 всех желающих зовут обсудить любимые книги детства и поделиться впечатлениями о самых запоминающихся литературных героях. Организаторы викторины подготовили для участников необычные ребусы и загадки. В городском доме культуры представят на суд благовещенского зрителя спектакль «Свои и чужие». Режиссерскую версию постановки от Сергея Малкова дополнит беседа о рассказах Надежды Тефи, Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова